На пути к очередной карьерной вершине Айка раскладывает свой пасьянс. В ее колоде документы об образовании и квалификации. Важные карты для состоявшегося в профессии специалиста. Это аттестат Московской школы о среднем образовании, основной диплом Российского университета Дружбы и Народов с квалификацией экономиста. Там же по параллельной программе диплом перечка в сфере гуманитарных специальностей и удостоверение об окончании аспирантуры. Приятно оглянуться назад и понять, что тогда все было сделано правильно, не в расчете на авось, удачу или случайный козырь. Достигнутый результат – итог долгосрочной стратегии, трудолюбия и настойчивости. И это только начало. Второе высшее образование, мне кажется, лишним не будет. Я по специальности экономист и в этом направлении двигаюсь уже около 10 лет. И с удовольствием для себя в будущем рассмотрела бы возможность получения юридического образования. Чтобы вот такой был двойной профиль. Когда деревья были большими, маленькая Айка приехала с родителями на экскурсию в российскую столицу. После родного Бишкека цветущая Москва оказалась недосягаемой и манящей. Говорит, в тот день появилась мечта. У меня сформировалась какая-то цель в голове о том, что я смогу приехать сюда, попробовать себя в этом городе. Спустя 10 лет я сейчас наконец-то ощутила, что я стала частью этого города. Просто частью, элементом этого огромного большого муравейника. И не только. Экономист, переводчик Айгерим Карагулова – авторитетный эксперт в своей области. Престижное место работы Евразийская экономическая комиссия обязывает держать в тонусе свои компетенции и совершенствовать навыки. Российский диплом у высшем образовании считает, если не гарантом успеха, то его слагаемым. Азиатская внешность, гражданство Киргизии ни разу не стали препятствием. Закончив универ и начиная свою карьеру в поисках своих возможностей, я ходила на интервью, на собеседование. И никогда не сталкивалась с каким-то предвзятым отношением из-за моей национальности. Я всегда чувствовала отношения как к специалисту. Мне задавали очень много вопросов по поводу моего образования, каких-то моих, скажем, современным языком скиллов, которые я умею, того, что я знаю. И оценивали меня именно как кандидата на какую-то должность, независимо от нации. Здоровые амбиции и потенциал дочери-школьницы вовремя заметили родители. Воспитанные в СССР, они убедили Айку сделать ставку на российский вуз и заранее начать углубленную подготовку. Я поступила в другую школу, которая реализовала программу двойного аттестата вместе с российской школой. Вместе с московской школой надо было год отучиться по двум программам и в итоге получить аттестат московской школы и бешкекской школы. После этого с этим аттестатом мы подавали документы на поступление и поступила я в российский вуз. Международная программа «Московский аттестат» стартовала в Кыргызстане в 2005-м. Условия за два года – осилить две школьных программы – кыргызскую и российскую, а после наравне с российскими сверстниками сдать ЕГЭ и поступить в любое высшее учебное заведение России. Айка справилась и на собственном опыте поняла. Для того, кто идет к цели, есть масса учебных программ и в России, и в Кыргызии. Ты приезжаешь сюда как представитель своей страны. Стояла задача не просто поступить и учиться, а взять максимум возможностей из этого всего и показать себя и свою малую родину с лучшей стороны. Десять лет Айка живет и работает в Москве. Город, давший столько возможностей, стал почти родным. Это Хушрус, студент Московского губернского колледжа искусств. К этой московской реальности шел долгих шесть лет. Выступления на свадьбах, выпуски альбомов, раскрутка в соцсетях дают популярность и заработок, который позволяет кормить семью, оплачивать общежитие и, главное, платить за учебу. За годы, что гражданин Таджикистана Хушрус Бахтоваршоев живет в Москве, на родине мог бы быть звездой номер один. А еще получить высшее образование в консерватории Душанбе и работать по специальности. Но тот, кто в десять лет покорил сердца соотечественников, быстро понял, что для таланта не существует граница, а значит, рано останавливаться на достигнутом. Ему рукоплескала вся республика, когда мальчик из города Харок победил в музыкальном конкурсе «Золотой голос Таджикистана». Начались гастроли, записи альбомов и съемки клипов. Параллельно учеба в Душанбинской школе-интернате для одаренных детей. Когда поступил в консерваторию, понял, что хочет совсем другого и отправился в Москву. Не зная русского языка, 18-летний парень рванул практически в никуда. Я сказал, что я поеду в Россию учиться, мне там очень нравится, там люди свободные, то есть одеваются, как хотят. Каждый говорил, тебя никто не возьмет там. Во-первых, ты не знаешь язык, во-вторых, Москва слезам не верит. Два года я работал и на мойку работал, на стройку. Везде работал, везде. Везде вот, где сказали, там деньги дают, я пошел туда и работать, несмотря на то, что столько лет я пел. Заработанные деньги отправлял домой, болел папа. Потом начал копить на образование. Как бы тяжело ни приходилось, об отъезде домой не было и речи. Страна большая, город возможность развиваться тут больше. Ведь здесь тоже живут соотечественники. Освоил армянский, азербайджанский, узбекский репертуар, подтянул русский язык, накопил на платное обучение. В свободное время волонтер Центра преодоления. Наверняка проекты по обмену студентами или программы двойного аттестата в Таджикистане тоже существуют. Но знают ли о них жители городов, отдаленных от республиканских центров? Интересует ли их такая возможность? Рискнувшие страдают от языкового барьера и настороженного отношения к приезжим. Хуш-рус, общаясь на языке музыки, чувствует себя в своей тарелке. Мы играем и поем, я их учу, как надо играть. Мне очень нравится здесь, как дома. Все добрые, хорошие, компания такой. И по душе все. И я от них счастье получаю, получаю, то есть и они какой-то энергией. Ну от них я очень много энергии получаю, после этого я выхожу такой веселый, счастливый. Колледж – промежуточный этап. Хуш-рус присматривает вуз для обучения на платной основе. Как и Москва, город возможностей – лишь отправная точка. Меня смотрят Турция, Россия, Дуршамбе, Кыргызистан, Казахстан, США. У меня есть земляки в Германии. Они хотят сейчас мне устроить концерт в Германии. Есть в Канаде, у нас есть там связи, то есть они мне звонят. Вы хотите покорить мир? Да, я хочу. Пускай не хочется, она. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова